Давайте, друзья, пойдем в технический отдел, как нас об этом попросили. Так, а где у нас технический отдел? Да, вот с этой стороны, это у нас желтое. Что у них там? Интересно, вот, происходит. Да, вроде особо ничего. Картер, за мной! Картер, мне не нравится, когда мои агенты выходят из-под контроля. Вам повезло, что история с доктором Увером закончилась благополучно, но больше неподчинения я не потерплю. Все мои приказы должны выполняться. Вам Уивер рассказала, или вы сами догадались? Я должен знать, что вам можно доверять, Картер. Взять вас в команду было риском, и я собираюсь рискнуть еще раз. Что вы задумали? Надо перейти в атаку. Хватит бороться за жизнь. Надо побеждать. У вас, наверное, есть хороший план? Да, вот он. Что это такое? Прототип летательного аппарата. Мы собрали все, что знаем о технике чужих. И кое-что придумали сами. Думаете, эта штука нам поможет? Вполне, если знать, где ударить. И в этом нужна ваша помощь. Ради такого дела все, что угодно. Хорошо. Для начала допросите лазутчика. Что нам известно, лазутчики? Мы провели предварительный допрос, взяли массу анализов, а парни из лаборатории даже взглянули на вживленные в него устройства. Нашли что-нибудь? Как его зовут, мы не знаем. Если у них вообще есть имена. Но, пожалуй, теперь он будет сговорчивый. Вы подержали его пару недель в карцере? Вы не так далеки от истины. Наши хирурги извлекли у него из головы вот это. Мы полагаем, что это устройство связи. Жучок? Мы не знаем. Уир говорит, это связь с мозаикой. Это их сеть передачи данных. По словам Уира, да. В любом случае, когда мы убрали эту штуку, засланец стал менее агрессивным и более угрюмым. Любопытно. Так значит, их можно разбить одним ударом. Уир изучал их сигналы и считает, что у них единый источник. Та самая мозаика, верно? Да. Сигналы показывают, что у чужих единый командный центр или один лидер. И если наши тесты верны, мозаика не аналог радиосетий, а нечто гораздо большее. То есть? Физиология чужих и импланты свидетельствуют о том, что разум чужих напрямую подключен к мозаике. Значит, уничтожив ядро мозаики, мы вырубим всех пришельцев на Земле? Теоретически. Но нужно больше данных. Это ж прямо летающая тарелка какая-то. ВВС давно обдумывали нечто подобное. А наш немецкий коллега поправил прототип, дополнив всем тем, что мы смогли украсть у чужих. И как результаты? Эта красотка будет быстрее всего, что вообще летает на Земле. А он пройдет в эти врата венна? Это предстоит узнать вам. Я извлеку из шпиона все, что смогу. Он в изоляторе, в лаборатории. Специально для него построили. У него свой люкс? Тогда он точно будет сговорчивым. Не факт. Силу можно применять? В разумных пределах. Других шпионов у нас нет. Сейчас пойдем допросим. Эта машина летает в любую сторону? Как вертолет? Да. А еще она в два раза прочнее, в пять раз быстрее и в отличие от вертолета способна летать в вакууме. Ох, ничего себе. Давайте, друзья, прослушаем аудиозапись. Вырубайте! Вырубайте, пока не взорвалось! Еф, стоп! Надо проверить предельные значения! Да, надо понять, когда он срывается! Вы что, рехнулись? Выключайте машину! Каков подъем, а? Вон-то, аааа! Никогда не видел ничего подобного! Да, неплохо! Если вас не смущает, что ваших коллег может размазать по борту! Это неприятно, но... Для того и существуют беспилотные испытания. Я? Пока вы не сделаете нормальную катапультацию, я в вашу воздушную тарелку не сяду! Не говорите глупостей! Заработаем точно и добросадостно! Катапультное кресло не понадобится! Вам-то на земле! Может и не понадобится! А я собираюсь на этой штуковине летать! Я по-прежнему не понимаю, почему на эту машину не дали поставить новое оружие! Да, у нас есть отличный прототип! Нет, не! Странно. Ну что ж, друзья, отправимся на допрос. Пришельца строили! Посмотрим, что нам расскажет шпион. Я серьезно! Они его там заперли и собираются допрашивать! О, черт! Мы только все наладили в единственном безопасном месте, они притащили туда чертова пришельца! С другой стороны, если уж они поймали пришельца, где еще им его держать? Говорят, вы собрались. Ну, сами знаете, к кому. Брежьте ему от меня, ладно? Ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Почему я пригласил вас на собеседование? Официально? Или неофициально? Обещаю, что наша беседа не попадет в ваши иммиграционные бумаги. По Ялтинским соглашениям мы обязаны вам отказать официально. И, тем не менее, мы здесь. Да, мы не можем допустить, чтобы выдающийся ученый вроде вас достался советом. За это не волнуйтесь, молодой человек. У меня была причина стать вашим солдатом, а не войскам Сталина. И что за причина? Мне не нравятся суровые русские семьи. Очень смешно. Однако я хотел бы поговорить о ваших прошлых контактах. Что о ней говорить? Вся это было ужасно, напрасно, бесчеловечно. Я сожрел в том, что произошло. Но я никогда не имел к этому отношения. И не мог этому помешать. Вы могли уйти. Я должен был там, без семью. И сперва, ну, мне безработицы казалось, что мой народ готов поддержать коммунизм. И вы записались в другую команду? Сперва. А когда я понял, что они из себя представляют, было слишком поздно бежать. Я ученый. Я знаю физику, гидродинамику, химия. Но я не провидец, мистер Форг. Я не могу предсказать, какие ужасы сотворит человек. Мы не даруем отпущение грехов, доктор. Но мы можем дать вам шанс использовать ваши знания во благо людей. Вот такой вот доктор. Вы тут совсем недавно, так? Да, сэр. Меня вытащили из Луисвилла. Вам объяснили, что от вас зависит безопасность всей нашей базы? Да, сэр. И очень доходчиво объяснили. От этой базы зависит вся страна, а то и вся планета. Значит, вы понимаете всю важность задания? Что вы не просто склад охраняете? Конечно. Да, сэр. Я понимаю. Мне приходилось работать на секретных объектах, сэр. Думаю, все же не на таких секретных. Нет, сэр, не на таких. Но мы, Форт Нокси, гордились своей работой. Как там шпион? Сидит в изоляторе. Сбежать не пытается, даже когда на нем ставят опыты. Хотя оттуда не сбежишь, что уж там. Считаете, он что-то задумал? Будь он обычным пленным, я бы так и подумал. Но, когда из него достали эту железку, он стал другим человеком. Ну, точнее, другим существом. Это все. Удачи вам, сэр. Давайте допросим уже нашего шпиона. Вижу, ты сбросил маску. Надоело кривляться? Этот больше не может прятаться. Системы повреждены вашими учеными. Технологии ваши, конечно, хороши. Только к стулу тебя привязали простой веревкой. Хочешь отомстить за товарища? Давай. Все равно люди нас не остановят. Мы решили нанести вам встречный визит. И ты нам в этом поможешь. Ответное вторжение? Ха. Чем сильнее вы противитесь мозаике, тем скорее рухнет ваш мир. Думаешь, вы уже видели нашу мощь? Это всего лишь разведка, которая готовит дорогу для наших армий. Мы уничтожим вас. Посмотрим. Все просто. Вы присоединитесь к нам или умрете. Третьего не дано. Наши ученые говорят, что едва у тебя из головы вытащили эту хреновину, ты здорово изменился. Расскажи, что это? Это многое. Щит. Маяк. Шоры. Это мозаика. Без нее мы... Я одинок. Потерян. Мои мысли нечисты. Что такое мозаика? Щита, это система вещания. Сеть. Мы все подключены к ней. Она объединяет нас. По ней передают приказы. Не только. Мозаика открывает нашу судьбу и правду. Или то, что Исток выдает за правду. Говори яснее. И для начала объясни, что это у вас за Исток. Вдруг мы сумеем вам помочь. Не думал, что такие противоречивые существа могут быть культурными. Это не слабость. Все не так, как я думал. Не так, как сказал Исток. Слушай, я пытаюсь спасти от уничтожения все человечество. Помоги мне, или ты узнаешь, как далеко я готов зайти ради людей. Ты видел, на что мы идем ради нашего гибнущего мира. Что Исток заставляет нас делать ради нашего мира? Заставил меня делать с другими мирами. Не подчиняйся Истоку. Скажи, как его остановить, и ты освободишься. Мы уничтожим Мозаику, и вы все освободитесь. Да, но Мозаику не уничтожить. Это не вещь, не место. И скоро она поглотит людей, как поглотила остальных, как поглотила мой народ. Нет. Все сигналы Мозаики идут из одной точки. Если мы найдем ее, твой народ освободится. Так говорят те, кто глух к Мозаике. Раньше я думал, они сумасшедшие, но... Вот доказательства. Источник передач Мозаики. Если мы попадем туда, мы остановим ее. Но без Мозаики, без Истока, мой народ, мы... Мы никогда не найдем себе новый мир. Ваш народ мог бы прийти сюда с миром. Вы будете не первыми иммигрантами на Земле. Мы поможем вам освободиться, и вы станете жить на свободной Земле. Впервые мысли в моей голове принадлежат только мне. Если у других есть шанс познать эту свободу, я расскажу все, что знаю. Чтобы пережить скачок, нужен прибор, который откалибрует квантовые структуры в соответствии с длиной волны межпространственных приливов. Такие устройства есть на наших кораблях, в доках у врат Венна. Спасибо. Мы победим, и твой народ тоже скажет тебе спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok